Мы сказали, что на предыдущем листе есть спор между Раби Йоси и Раби Мейером, как понять то, что говорит Раби Йошу, что разрешали Раби Йошу, а по мнению Раби Мейер объясняет, что сделать труму руками даже не чистой, а сквернить ее, если она с эффектом трума, или же, как Раби Йоси говорит, что нет, он может способствовать, что это будет сто процентов трума, но не руками. Говорит Мара дальше так, что Амарлон сказал Раби Йоси, Амураим Хамон Маатун Марин, что мудрецы сказали, что мы это видим из Мишни в тракте от Песахи, что Раби Йошу там разрушает, даже собственноручно, с эффектом трума таме сделать сто процентов таме. по мнению Раби Мейера. Что получается? У нас было два случая. Первый случай, что у нас была бочка девочки, мы не знаем, какая стала из них таме, одна бочка с эффектом трума. Что там? Мудрецы сказали, что мы это видим оттуда из этой Мишни из трактата Песахи, что Раби Йошуа даже собственноручно разрешает сделать ее таме по мнению Раби Мейера. Он говорит так, то первая бочка наша к Раби Йоси, а что там это наша Мишна говорит по мнению Раби Йоси, что нельзя собственноручно делать таме, только способствовать. А к Раби Мейер цорфин, но по мнению Раби Мейера можно будет даже эту с эффекту трума сжечь, и Раби Шимон тоже говорит, что когда у нас есть с эффекту трума тмеа, можно ее сжечь, и тогда говорит Гмара, пусть тогда Раби Мейер и Раби Йоси объединятся, и будет два против одного против Раби Йоси, и тогда можно будет сжечь, пусть будет так Аллаха, но мы видим, что мудрецы, когда к ним приходят к вопросу, когда к ним приходят с вопросом, что делать с такой тюрумой, с эффекту трума, они говорят ему, не трогай, оставь, как она есть, то есть она труя, мы не знаем, что с ней делать. Аллаха не идет по мнению Раби Шимона и Раби Мейера, как они объясняют слова Раби Йоси, поэтому говорит Гмара, что вы знаете, что Раби Шимон говорит, что с эффектом трума тмеа может сжечь, где-то они научили в этой же Мишне Трактат Псахи, Мудрецы Раби Йоси, Раби Йоси, Чесофин Зо Ла Ацма, Вет Зо Ла Ацма. Там Мишна Горикам сказали, что Раби Йоси говорит, что нужно их сжечь отдельно, когда это тме и когда это тагор, 100% тме и 100% тагор, труму сжигаем отдельно, но с эффектом, Раби Йоси говорит, что нельзя их сжигать вместе, с эффектом и 100% тме, Раби Шимон уже там объясняет, что Раби Йошуа говорит, что можно сжечь вместе, то есть опять мы видим, что он понимает слова Раби Йошуа, можно с эффектом сделать 100% тме. И на счет вот этого сказал Раби Йошуа, что это объяснение, последнее, которое мы дали, это было объяснение Раби Шимона. Теперь она говорит, вот на этом мы закончили первый вопрос к мудрецам, которые объяснили нашу Мишну, хотели объяснить, что начало идет во Вене Раби Йосиф, окончание идет, где, окончание, начало, это мы сказали, бочка с вином, сомнения тме, вторая часть у нас была, как вот здесь там красиво нарисовали, что было, как вино выжимали, сверху, скажем, был бассейн, где топтали, разжимали этот виноград, снизу это вино вытекало, сверху там была трума темура, чистая трума, а снизу хулин тми, поэтому если трума сольется вниз, то, что получится, то, что внизу будет запрещено, во-первых, трума будет тмея, она будет не чистая, как хулин внизу, как простое вино, а второе, простое вино будет запрещено пить простому человеку, потому что смещалась там тему, и кое-нибудь не имеет права пить, потому что вино, которое было внизу, было тмея. На этом мы закончили первый вопрос к мудрецам. Второй вопрос. Ве-эйн, Тимрун или Гавер-мара, ты можешь спросить второй вопрос к этим мудрецам, которые объяснили нашу Мишну двумя частями, второй вопрос ты можешь задать, но на самом деле его можно и не задавать. Он говорит так. Ве-эйн, Тимрун, ле-ле-рабимейр тлуя, что Рабимейр говорит, что нет, не можешь сжечь труму, которая с аффектами. А, Тане, мы учили с вами трума тлуя ве-тмея, что если есть трума с аффектами и сто процентов тмея, две разные трумы. Сорфин, ота, бе-реф, шаббат и мха-шеха. Ди-вре-рабимейр. Рабимейр говорит, что эту труму можно сжечь прямо в шаббат перед песком. Что здесь получилось? Песок у нас выпадает в этом случае в субботу вечером, то есть Р в Песах, когда нужно сжигать хамец в пятницу. В пятницу сжигать нельзя, когда мы сжигаем хамец. То есть Р в Песах в шаббат, день перед песком это шаббат, нужно сжечь хамец в шаббат. В шаббат сжигать нельзя, поэтому мы сжигаем в пятницу но в пятницу вечером в пятницу мы думаем еще можно есть хамец поэтому труму нельзя нам зря ее тратить нельзя зря ее портить поэтому здесь получается что труму нельзя будет сжигать еще в пятницу поэтому что говорит Раби Мейер здесь сожги ее прямо-прямо перед заходом солнца и временно хамим умрим без вона хамим говорит нет нужно эту труму уничтожить вовремя когда в пятницу в пятницу когда шаббат извиняюсь хамим говорят нужно ее уничтожить в шаббат в шаббат сжигать нельзя ни труму ничто другое что делать то нужно будет ее размельчить и рассеять Раби Мейер говорит нет ты должен именно ее сжечь когда сжечь прямо перед заходом шаббата почему возможно придет Ильяонови и так как эта трума с аффектами тьмеа может Ильяонови сказать что она чистая но получается что если простая трума то ее можно сжечь или сто процентов тьме она сжечь даже пораньше не нужно ждать в пятницу прямо перед заходом солнца почему нельзя пораньше ее сжечь утром на шахарит говорит Мара почему не можем по мнению Раби Мейера сжечь его пораньше утром на шахарит говорит Мара вторая страница 80 листа тама Раби Зеяра кумир бимана Раби Зеяра слово Раби Мана говорит тифатер ответ битпу яши да то ле ашиале мы говорим там мы говорим о труме которая с аффектами и человек еще хочет пойти к мудрецу к равену и спросить она чистая или она не чистая поэтому Раби Мейер говорит ты можешь подождать до захода солнца но амале кенама раби оси и Раби Мана говорит Раби Зеяра что татак сказал Раби оси Раби оси Раби оси Раби оси Раби оси Раби оси все что мы говорим про труму в нашей Мишне это трума о которой он не хочет задавать вопрос поэтому ее разжигаем а вальда а то ли шаэлла ле а те хураги но та трума которая с аффектами он хочет узнать она считается как чистая детали мы учили в Брайце то есть это говорит так клюя ашамар те хураги тми ахи с аффектами у него трума может быть она чистая может быть она не чистая а резео тми а у тебя с аффект у тебя сомнения относится к ней как к нечистым но им амар харени мениха аль мнат шеиш аль алея но я ее оставляю чтобы спросить мудреца какой закон те хура тогда она относится к ней как чистым второй ответ на этот вопрос амар би оси бэр би бун ти патер ше ноль дала с аффект тума им дым дыме хама ответ другой что что можно сказать что когда у него появился вопрос это трума она чистая или не чистая прямо перед заходом солнца велет швами на клуб и из этого здесь мы ничего доказать не можем мнение раби мера или то есть вопрос остается неотвечен дальше вяту нам рина дальше говорит она следующий вопрос хаврая группе мудрецов которые объяснили хавид меняем решено на шинья что мы сказали что в случае во втором случае когда мы сказали вино из бочки которая трума те хура падает вино которое простое хулин и она там и что-то пробиме я не согласны в его литра бьется митова что раме мере сказал что он сказать там что если у тебя есть нечистая посуда и ты хочешь спасти свою свою вину которую внизу чтобы она не стала запрещенным из-за трубы которая туда попадает возьми нечистую посуду и собери эту труму даже смотря на то что ты делаешь руками нечистый рабиосы говорит нет астах пусть упадет то все будет запрещено и то и другое мы говорим про какую которая яма внизу и там нету вина в сто раз больше этой трумы и поэтому что получается рабиошу говорит ты можешь остановить эту труму от падения в эту яму даже не чистой посуды но если там есть сто раз больше то тогда она там растворяется и поэтому ты не имеешь право осквернять эту труму умышленно восьмой лист первая страница в первая строчка в э в инке раби мера если сказать что мы идем как раби мейер и есть бог дэля алло и в эн бог дэля алло тогда по мнению раби мера не должно быть разницы есть там внизу у этого вина в сто раз больше или нету сто раз больше не должно быть разницы мог он осквернить ее собственноручно следующие пять слов мы не про ни в не очень это исключается из версии нашей гуморы и продолжим на следующем месте баруха дуна и ла улам амин ве амин